Плетение сетей у волонтёров уже процесс отработанный. Два дня и готово. Далее цикл повторяется. За год в артеле подготовили столько сетей, что если их вытянуть в линию, то получится порядка четырёх километров. Нашему движению уже год будет. В конце ноября, начало декабря мы начинали. Действительно начинали с нарезки, со штор, с простыней плели сети. Сейчас, конечно, они более у нас такие красивые, яркие. Пользуются спросом не только у наших ребят, но и отправляем в Серов. У нас уже Краснотуринск заинтересовались, поэтому сотрудничаем с разными уже регионами, получается, вышли за пределы. Стараемся, помогаем. Движение появилось стихийно. Благо, у одного из основателей уже были подходящие навыки. Мы с Володей, с Гоголевым первые были. У него внук погиб недавно. Были похороны здесь. Вот он погиб. Сейчас мы его не тревожим, не тяжело. Вот он начинал вязать. Тогда сетей готовых не было. Сейчас мы получаем их уже, покупаем. А он сам делал. Он сам плёл. Он показывал, потому что он сети вязал раньше. И он всё это показывал, как это делается первым. И потом в интернете. Много в интернете находили. А потом вот такие иголочки купили специально. В артеле разделение труда. Перед тем, как женщины начинают формировать маскировочную сеть, мужчины натягивают её основу на каркас. Мы вставляем шнур для того, чтобы сетка получила свою форму. И она сворачивается, и не путается, как говорится. И уже легче с ней возиться. Есть специальные петельки, которые растягиваются. Они растягивают на технику или как. Со временем в артеле освоили и другие изделия, в которых есть потребность у военнослужащих. Например, индивидуальные перевязочные пакеты. Мы их подготавливаем. После этого отправляем в Егорск. Этим дальше занимается Зов сердца Лариса Филлер. Они уже там их отправляют на обработку. И уже бойцам стерилизация. И они уже готовые уезжают на фронт. Это наше ноу-хау. Ну, его как назвать для нас это ноу-хау, а где-то оно есть. Это браслеты выживания. Я не знаю, делают нет в районе, нигде не слышала. Также волонтёры дают и такие подарки со знаками внимания. Вот носочки мы залаживаем тоненькие, шерстяные носки. Компеты ложим. Ребятам приятно было. Достали и чай попили, и ложки согрели. В поддержке военнослужащих участвуют все поселения района. И не только волонтёры, но и простые граждане, которые приносят банки для окопных свечей, закупают парафин, делятся материалами для сетей или вносят материальный вклад. Если вы тоже хотите присоединиться к волонтёрам, то обращайтесь в пункты помощи военнослужащим СВО в своих поселениях.